20 октября Дональд Трамп заявил, что США собираются в одностороннем порядке выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был заключен между Штатами и СССР еще в 1987 году. Да, Россия нарушила соглашение. Они нарушали соглашение много лет, поэтому мы собираемся разорвать соглашение, собираемся выйти. Договор о РСМД – один из важнейших в современной истории. Он положил конец холодной войне и дал старт политике разоружения. Тогда мир стал безопаснее. Угроза ядерного апокалипсиса отступила. Но сейчас американский президент заявляет, договор больше не работает. А значит, Америка выйдет из него и будет снова наращивать свои ядерные мускулы. Неужели Америка расторгает договор о РСМД с единственной целью, чтобы развязать себе руки для ядерной войны? Это узнает лишь тот, у кого есть код доступа. Смотрите прямо сейчас. Обман космического масштаба. Рейган во многом блефовал. Кому помешал договор о РСМД? Он представляет собой встречу не союзников, а соперников. Американская ядерная стратегия 21 века. Американцы радовались как дети такому фейерверку. Новый виток милитаризации. Как США готовятся к войне? И чем ответит Америке Россия? Москва должна была разумить Вашингтон. Специальное расследование программы «Код доступа». 7 декабря 1987 года на авиабазе «Эндрюс Блюз» Вашингтона произвел посадку спецборд Ил-62. Советской делегацией во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым. В своей приветственной речи у трапа самолета советский лидер обозначил цель визита представительной советской делегации. Подписание договора, который Михаил Горбачев назвал договором, который ждали все народы. Народы всего мира. Речь шла об РСМД. Договоре о ликвидации баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности. То есть с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. Еще совсем недавно уничтожение любых видов ядерного оружия сверхдержавами, такими как США и СССР, казалось просто фантастикой. Как можно своими руками ликвидировать уникальные технологии, над которыми работали лучшие умы и на реализацию которых были затрачены огромные денежные средства. Но время диктовало необходимость принятия подобного решения. Спустя три дня визит советской делегации завершался. И оставалось провести заключительную официальную церемонию подписания договора по РСМД. А церемония эта все откладывалась и откладывалась. В ожидании финала судьбоносных переговоров гости, журналисты и военный оркестр мокли под декабрьским дождем на лужайке у Белого дома. А в это время в резиденции президента США похоже назаревал скандал. Американцы в последний момент, вероятно, решили обмануть советских переговорщиков. Так что же там случилось? После Карибского кризиса, когда мир оказался на пороге ядерной войны, стараниями лидеров двух стран установилась хрупкая равновесие. Но и США, и Советский Союз продолжали наращивать ядерные силы. Одна из стратегий США было, конечно же, втягивание Советского Союза в гонку вооружений. И таким образом, когда Советский Союз был втянут в гонку вооружений, истощались экономические ресурсы. И с каждым годом Советскому Союзу было все тяжело-тяжело наращивать свою военную мощь, свой военный потенциал. В 1977 году на службу у советских границ заступили новейшие ракеты «Пионер» по классификации НАТО СС-20. Надежные, точные, простые в обслуживании, с радиусом действия до 5000 километров. Эти ракеты, они прекрасно подходили для удара по и уничтожению командных штабов противника и другой военной инфраструктуры. Эти ракеты средней дальности серьезным образом изменили расклад сил в Европе, потому что традиционно страны Варшавского договора имели преимущество над странами НАТО в Европе в обычных вооружениях. Рейган в ответ направляет ФРГ самые современные американские ракеты средней дальности «Першинг-2». Американская межконтинентальная ракета летит из США около получаса. Это позволяет и подготовить ответный удар, и укрыться в бункере. А сейчас высокоточные «Першинги» могут поразить Москву или Ленинград всего за 8-10 минут, и им никто не успеет ответить. Перевес оказывается на стороне США, но Кремль не спешит готовить ответный удар. У Ласи был Горбачев, которому страшно хотелось быть голубем мира. У него была такая идея фикс, в общем-то, прекратить гонку вооружений и, в общем-то, замутить такой договор, который бы обуздал эту гонку вооружений. Самым сложным было донести эту мысль до американского президента Рейгана, который незадолго до этого назвал СССР империей зла. Официальная встреча лидеров СССР и США была запланирована на 8 декабря. Вашингтон весьма дружелюбно встречал Михаила Горбачева. В сувенирных магазинах в изобилии появились посвященные визиту памятные монеты, открытки, почтовые марки и даже оперативно переведенная на английский язык книга генерального секретаря под названием «Перестройка». Для средних американцев все это было, конечно, в новинку. Но как же далеки они были от большой политики? В те дни в Вашингтоне я наблюдал забавную сцену. В нашем посольстве давали прием по поводу приезда высокопоставленной советской делегации. У перекрытой полицейскими посольской улицы зеваки наблюдали за съездом гостей. Вот подъезжает лимузин, из него выходит бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Стоя в толпе, я слышу, сзади какая-то женщина спрашивает у своего спутника, это Горбачев? Я оглянулся. Пара американцев явно туристы из провинции. Это Киссинджер, говорю я им. Киссинджер? Реагирует женщина. А-а-а. Эти американцы точно не знали, кто такой Киссинджер и как выглядит Горбачев. Но то, что они знали наверняка, русские приехали для того, чтобы избавить их от страха начала ядерной войны. И это случится вот-вот. Ведь об этом в эйфории писали американские газеты и без устали вещало местное телевидение. А вот президент Рейган ни на секунду не забывал, что имеет дело с идеологическими противниками. И даже в своей приветственной речи он сказал, что несмотря на сегодняшнюю встречу и на то, что военный оркестр исполнял гимн Советского Союза, мы в Белом доме принимаем не союзников, а соперников. Последние семь лет я принимал в Белом доме множество руководителей иностранных государств. Но сегодняшний визит, вероятно, превосходит по значению многих из тех, которые предшествовали ему, поскольку он представляет собой встречу не союзников, а соперников. Что самое неприятное в том, что США выходят из договора о РСМД. А стоит заметить, они могут это сделать. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, статья 15, часть 2. Каждая из сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Главный вопрос в том, какие же свои высшие интересы США готовы отстаивать с оружием в руках. Смотрите далее. Новая ядерная стратегия США или старая добрая гонка вооружений? Что же будет дальше? В отсутствии договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На что Трамп потратит триллион долларов? Скрыть и обеспечить информационное прикрытие для создания своей собственной ракеты. И главное, против кого? Продолжение в специальном расследовании программы «Код доступа». Подготовка договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности длилась многие месяцы. А вот подписание заняло всего несколько минут. Под толстыми папками с документами Горбачев и Рейган каждый поставил по 16 подписей. За этой процедурой, затаив дыхание, следил, можно сказать, весь мир. Ведь по телевидению шла прямая трансляция церемонии. Михаил Горбачев предложил Рональду Рейгану обменяться авторучками, которыми лидеры подписали исторический договор. Ну, что, собственно, и было тут же сделано под бурные продолжительные аплодисменты собравшихся на церемонии. Итак, с этого момента Советский Союз и США договорились, что, я цитирую, собственно, выдержку из договора об РСМД, «каждая из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и меньшей дальности, не имеет такие средства в дальнейшем и выполняет другие обязательства, изложенные в настоящем договоре». Какие же еще виды вооружений, кроме советских ракет СС-20 и американских «Першингов», должны были в результате отправиться на свалку истории? США, кроме двух модификаций «Першингов», уничтожили крылатую ракету «Грифон». Это наземная версия знаменитого «Томогавка». СССР избавился от ракет Р-12 и Р-14, от оперативно-стратегических ракетных комплексов РК-55 «Рельеф», ОТР-22 и ОТР-23. Предполагал ли тогда кто-либо, что совсем скоро ядерные ракеты такого класса появятся и у других стран? «Не было таких ядерных держав, как КНДР, Иран, Израиль, Индия, Пакистан, только-только делали ядерное оружие, но у них не было средств доставки. Сейчас мир уже изменился. Сейчас уже есть с полдюжины государств, которые потенциально могут обладать ракетами средней и меньшей дальности. И поэтому, естественно, для американского президента возникает вопрос, а почему тогда такое неравенство? Почему Америка и Россия должны себя ограничивать, а других стран нет никаких обязательств? Давайте всех сделаем равным». Идею модернизировать договор о РСМД президент Путин предложил еще в 2007 году. Пригласить к участию новых ядерных игроков. Американцы поначалу согласились, а потом сказали нет. Видимо, опасаясь, что вот такое расширенное, универсальное международное соглашение, многостороннее, оно, ну, поставит под удар национальные оборонные интересы их союзников. Ну, Великобритания, Франция, там другие натовские государства, которые имеют соответствующие ракеты на вооружении. Вместо этого штаты стали обвинять нас в нарушении договора. Якобы Россия взяла на вооружение запрещенную ракету средней дальности. Она не существует, она не находится на вооружении. Придумали сначала латинскую аббревиатуру, которая, ну, принята в НАТО. Придумали, но никак доказать не могут. Даже в последнем заявлении руководства НАТО написано, что Российская Федерация, возможно, нарушила этот договор. То есть, натовцы в целом более осторожны, чем Трамп, чем его советники, многочисленные помощники. Зато американских нарушений договора специалисты насчитали около сотни. Они фактически вышли, начиная с 2001 года, когда стали использовать ракеты средней и меньшей дальности в качестве учебных ракет при тестировании эффективности системы противоракетной обороны. 11 сентября этого же года американцы с ВМС Японии также в Тихом океане провели 94-е испытание. Я считаю, по американским испытаниям, не по японским, а их меньше. Тоже ракеты средней и меньшей дали все. Испытание показало успешный перехват. Им нужно об этом говорить постоянно, потому что 95-0 в пользу американцев по нарушениям – это очень серьезная цифра, это очень серьезные показатели. И американские источники свидетельствуют, что американцы впредь будут нарушать этот договор. Еще больше опасений вызывает расширение НАТО на восток с потенциальным ядерным арсеналом. В одном из эшелонов противоракетной обороны США, который находится в Европе, есть пусковые установки МК-41, которые способны запускать не только противоракеты, скажем, там, стандарт, да, а и томогавки. И, естественно, наши специалисты обнаружили этот ловкий маневр, и говорят, в общем-то, путем несложных манипуляций вы можете эти противоракеты из чисто оборонительного стандарта переделать томогавки. Все это у вас работает, и вы таким образом будете своими томогавками доставать до российской территории. А томогавки летают на дальность более двух тысяч километров. Сама по себе идея о выходе из этого договора, она очень хорошо согласуется с новоамериканской ядерной доктриной, которая как раз в этом году была опубликована, в начале этого года. Новая редакция обзора ядерной политики США заменила собой предыдущее издание, которое вышло в свет 8 лет назад, в 2010 году. Но почему именно сейчас Америке понадобилось пересмотреть свое отношение к ядерным вооружениям? Скрыть и обеспечить информационное прикрытие для создания своей собственной ракеты. Выделены уже деньги Конгрессом. Они хотят разместить такие ракеты снова в Европе, в Западной и теперь уже в Восточной. Даже Украина захотела приобрести такие ракеты, ну, чтобы, так сказать, держать под прицелом Российской Федерации свою соседку. Но в своей новой ядерной стратегии Штаты жалуются на агрессивных соседей. В то время как Соединенные Штаты продолжают сокращать количество и снижать значимость ядерных вооружений, другие страны, в том числе Россия и Китай, движутся в противоположном направлении. Вывод Пентагона прост. США должны модернизировать свои ядерные вооружения. Программа модернизации займет почти 30 лет, до 2046 года, и потребует по разным оценкам под полтора триллиона долларов. Соответственно, Соединенные Штаты приняли решение делать ставку на развитие ядерных вооружений малой и сверхмалой мощности. То есть тех самых ядерных вооружений, которые могут очень хорошо быть комплементарны, сочетаться с ракетами малой и средней дальности. Скажем так, ставка на развитие такого класса вооружений, это на самом деле очень тревожный сигнал. В целом складывается впечатление, что движение Вашингтона к выходу из договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности определяется его стремлением обеспечить собственное военное преимущество по всем направлениям и гарантировать себе для этого полную свободу рук. Из свежих примеров можно отметить доставку на днях на военную базу США в Германии самой крупной за последние 20 лет партии боеприпасов, рекордной со времен натовских бомбардировок Югославии. Хочется задать вопрос, что же будет дальше в отсутствии договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Видимо, в Европе окажутся и ракеты «Тамагавк» наземного базирования, которые сейчас запрещены договором. Во время подписания договора по РСНД Рональд Рейген процитировал русскую пословицу «Доверяй, но проверяй». Михаил Горбачев с ним полностью согласился, и отметил, что уже не в первый раз слышит от американского президента эти слова. Рейган ответил, что ему очень нравится эта русская пословица, тем более применительно к нынешней ситуации. И действительно, соблюдение условий договора тщательно проверялись как советской, так и американской стороной. Ну, для того, чтобы так называемые запрещенные ракеты, вместо того, чтобы быть уничтоженными, вдруг не оказались на каком-нибудь тайном складе. Советские ракеты, как правило, уничтожались путем пуска. И американские инспекторы были поражены. Все они точно уходили в небо, а значит, были абсолютно исправны, и более того, находились в полной боевой готовности. Последние ракеты были уничтожены в мае 1991 года. Таким образом, считалось, что основные пункты договора по РСМД к этому времени были выполнены. Оставались, правда, другие обязательства, которые взяли на себя США и СССР. В частности, не производить и не испытывать ракеты средней и меньшей дальности. Причем, это было бессрочное условие. Либо до того момента, когда одна из сторон не заявит о своем выходе из договора. По условиям договора Советский Союз уничтожил гораздо больше вооружений, чем США. СССР около 2000 ракет, а Америка всего 846. В Союзе 825 пусковых установок, а в США 289. Также были демонтированы 69 советских ракетных баз, а американских всего-то 9. Но откуда такая огромная разница? Ну, такой рост произошел из-за того, что мы включили в список уничтожаемых ракет и комплексы АК, которые формально не попадали под ограничения. Автономный маневренный мобильный ракетный комплекс АК вообще не подходил под условия договора. Дальность его ракет 400 километров. Очевидно, меньше, чем 500. По легенде, включить в договор и его уговорил Горбачева госсекретарь США Шульц во время своего визита в Москву, причем уже чуть ли не у трапа самолета. Пойдя на такой мощный компромисс, почему мы не потребовали от американцев какой-то довесок за такую щедрость нашей стороны? Ну, допустим, сказали бы им, хорошо, мы уничтожаем больше, чем вы, ракеты средней и меньшей дальности и, соответственно, больше зарядов, но вы отказываетесь от размещения тактического ядерного оружия в Европе и в Азии, вокруг нас. Но мы это не сделали, и оно сейчас, пожалуйста, есть. И оно модернизируется, оно остается, оно приобретает новые носители в виде самолета Ф-35. Кстати, и уничтожали ракеты, и мы, и США по-разному. Мы почему-то взрывали свои ракеты, ну, естественно, без ядерных боезарядов. Вот, американцы радовались, как дети, такому фейерверку, а американцы не пошли на это. А мы почему-то согласились. Это же неравенство. Они разрезали ракеты пополам, или высверливали дырки, но это можно все поправить. Можно соединить, можно заварить, можно дырку залатать, и, пожалуйста, тебе корпус ракеты остается живой. Получается, штаты не доверяли СССР и не исключали возможности использовать свои ракеты в ближайшем будущем. Затем, как выполняется договор о ракетах средней и меньшей дальности, следили в Москве, в Национальном центре по уменьшению ядерной опасности при Министерстве обороны и в Вашингтоне, где аналогичный центр действует в составе Госдепартамента. Страх перед глобальной ядерной катастрофой привел к тому, что в начале 80-х американские сенаторы предложили открыть в Москве и в Вашингтоне коммуникационные центры для обмена информацией в ядерной сфере, чтобы тестовый запуск ракеты не был случайно принят за боевой, чтобы другая сторона не нажала в ответ ядерную кнопку. Главы государств Горбачев и Рейган одобрили эту идею на саммите в Женеве в 1985 году. Первая личная встреча двух лидеров стала первым шагом к сотрудничеству в сложной и болезненной ядерной сфере. Несмотря на все напряжение во время Холодной войны, два наших правительства, тогда Советского Союза и Соединенных Штатов, оказались способны договориться, чтобы встретиться и создать эти центры. И мы знали, мы должны это делать, чтобы верить в будущее нашего собственного народа и всего мира. Это съемки 2012 года. Госсекретарь Хиллари Клинтон перерезает символическую ленточку на открытии обновленного американского центра по уменьшению ядерной опасности. Центры начали работать 14 декабря 1987 года. Через 6 дней после того, как был подписан договор РСМД. А еще через 2 месяца вышли на круглосуточное дежурство. По прямой линии спутниковой связи советские и американские специалисты сначала обменивались информацией о запусках баллистических ракет. А летом 1987 года, когда договор РСМД вступил в силу, работа закипела. Теперь нужно было контролировать, чтобы он выполнялся. Отправлять в США инспекции, принимать и сопровождать американских инспекторов. Почему же сейчас американцы заявляют, что договор РСМД не соблюдался и собираются из него выйти? Смотрите далее. Зачем Трамп выходит изо всех международных договоров? Он хочет войти в историю, как самый эффективный американский президент. Зачем прилетал в Москву вашингтонский ястреб Болтон? Они думают, что мы сейчас сразу, задрав штаны, побежим за гонку вооружение. Раскол в лагере НАТО. За и против договора РСМД. И это будет очень серьезная угроза вообще всему миру. Правда ли, что США готовятся к войне? Узнает лишь тот, у кого есть код доступа. 2 марта 2016 года архив национальной безопасности США на своем официальном сайте поздравил Михаила Сергеевича Горбачева с его 85-летием. И в качестве подарка рассекретил 14 документов, непосредственно касающихся бывшего президента СССР. В числе этих документов, например, письма Рональда Рейгана советскому лидеру. Вот одно из них, написанное 11 марта 1985 года, в котором президент США уверяет Горбачева в том, что их планы по разрушению абсолютно совпадают. Я цитирую. «Переговоры, запланированные нами в Женеве, дают возможность двигаться к нашей общей конечной цели ликвидации ядерного оружия». А 30 апреля того же года Рональд Рейган в письме буквально клянется Горбачеву в том, что программа «Звездных войн», так называемая «Стратегическая оборонная инициатива», о которой Рейган объявил еще в 83-м году, не представляет для Советского Союза абсолютно никакой угрозы. Я процитирую выдержку из этого письма. Вот что пишет Рейган. «Меня поразила ваша характеристика нашей стратегической оборонной инициативы, что ее цель – нападение на Советский Союз. Я могу заверить вас в том, что вы глубоко ошибаетесь. На самом деле ее цель – только оборона, безопасность наших граждан, для достижения которой необходимо несколько лет дальнейших исследований». Правда, многие военные эксперты утверждают, что реализация программы «Звездных войн» изначально была невозможна. Более того, Рейган просто придумал стратегическую оборонную инициативу, чтобы запугать Советский Союз и втянуть его в гонку вооружений. С другой стороны, некоторые разработки, которые проводились в рамках СОИ, легли в основу, например, современной GPS-навигации. Получается, США просто придумали этакое космическое пугало для других стран. А ведь Горбачев пошел на ряд уступок штатам, в том числе и по договору РСМД, в ожидании, что те свернут программу «Звездных войн». Получается, его обвели вокруг пальца. Администрации Рейгана удалось создать очень яркий образ вокруг этого проекта, что называется, подчеркнуть, всячески подчеркнуть то, какую опасность он имеет для Советского Союза. И его реалистичность, его реалистичность, да, она вызывала вопросы, и чем дальше, становилось очевидным, что Рейган во многом блефовал, заявляя о том, что уже в короткое время такое вооружение у американцев появится. В августе этого года журнал «Тайм» сообщил, что в 2020 году в армии США появятся космические войска особого назначения. Что это? Правда? Или снова блеф? Трамп, заявляя о выходе, думает, что мы сейчас сразу, задрав штаны, побежим за гонку вооружений. Мы уже наступали на эти грабли, и мы сегодня достаточно сильны, чтобы не поддаваться на эту провокацию. У нас достаточно оружия и без ракет средней и меньшей дальности, чтобы четыре раза уничтожить Соединенные Штаты Америки. Какая гонка! Но случайно ли, что 19 октября, за день до заявления Трампа о выходе из договора РСМД в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось сообщение, США готовят к развертыванию томогавки наземного базирования в Азии, чтобы грозить Китаю. Но только ли Поднебесной будут угрожать штаты с Тихого океана? Не окажется ли в опасности и наш Дальний Восток? Ведь еще летом 2017 года один из американских военачальников Пол Селва заявил в Конгрессе, что США не обязательно выходить из РСМД, чтобы держать Китай под контролем. Для этого достаточно разрешенных ракет морского и наземного базирования. Значит ли это, что томогавки будут развернуты не против Китая, а против России? Риторика Вашингтона изменилась, когда о договоре заговорил новый советник по национальной безопасности ястреб Джон Болтон. Он выступал против договора о РСМД еще в 2011 году, а 10 годами ранее уже уговорил президента Буша выйти из советско-американского договора ПОПРО, подписанного в 1972 году. И сейчас договор о ракетах средней и меньшей дальности не единственное соглашение, которое стало США костью в горле. Трамп последовательно выходит изо всех договоров, заключенных его предшественниками. Из Парижского соглашения по климату, Иранского ядерного соглашения, Всемирного почтового союза. Но зачем? Он хочет войти в историю как самый эффективный американский президент, который в максимальной степени отстаивает национальные интересы США. И, как вот у него был такой лозунг, очень красивый, сделаем Америку снова великой. Как всякому новому руководителю, новому начальнику, он хочет в символическом плане, может быть, ну, как говорят, отказаться от наследия прошлого и начать все с чистого листа. Европейские лидеры высказываются определенно за сохранение договора РСМД. Они справедливо полагают, что это приведет мир на исходную точку времен Холодной войны. Это нагнетание ядерной истерии. Это зависание ядерного дамоклого меча, который может привести к ядерному Армагеддону. Европейцы обезоружены. Почему США, старший брат по НАТО, даже не поставил их в известность перед тем, как принять такое важное решение? Не выйдет ли США и из НАТО? Чем сильнее Европа будет грызться Соединенные Штаты Америки, тем спокойнее будет житься нам. Пусть они грызутся, пусть они встращают мир российской военной угрозы, а российская армия никуда не собирается в Европу. Вот, пугая мир российской военной угрозой, лицемерные НАТО, в том числе Соединенные Штаты Америки, просто ищут оправдания для существования Североатлантического блока. Потому что, если не будет российской военной угрозой, кому тогда это НАТО нужно? Еще одна особенность ядерного противостояния 21 века. За три десятилетия, пока действовал договор, люди разучились бояться ядерного удара. Если Соединенные Штаты Америки выйдут из договора об РСМД, лопнет вся система сдерживания мира от ракетно-ядерной угрозы. Мир получится такой в этом отношении совершенно разнузнанным. страны, которые будут обладать ракетами не только ядерами любого класса, они будут чувствовать себя, что у них руки развязаны, а конфликты у нас межнациональных, межгосударственных, горячих точек по самый подбородок. А, конечно, что кому-то, у кого-то может возникнуть такой соблазн, когда не будет хватать дипломатических аргументов, попробовать и стрельнуть в оппонента. А сейчас снова появится возможность нанесения не глобального, а локального ядерного удара. То есть США сможет чуть-чуть побомбить в Сирии или на Донбассе? Но именно такая вот локальная военная операция может запросто разжечь огонь глобальной войны, остановить которой будет уже невозможно. Речь идет о ядерном оружии малой и сверхмалой мощности, которое, ну, по сути дела, является оружием театра военных действий, а не для того, чтобы уничтожить противника вообще и совсем. Это порог готовности к применению снижает очень и очень серьезно. Теперь это будут уже глобальные последствия. И это будет очень серьезная угроза вообще всему миру. И еще один вопрос. Если холодная война будет только набирать обороты, продлит ли Вашингтон в 2021 году еще один важнейший российско-американский договор в сфере ядерного урегулирования СНВ-3. Так называемый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договор ограничивает общее количество ядерных боезарядов, которыми могут располагать Россия и США. Если ограничения будут сняты, что тогда? Начнется ядерный беспредел? Скажите, пожалуйста, почему под 400 ракет межконентарного класса Мини-Эдмэн-3, сейчас у них на вооружении, под 400 ракет создается 450 пусковых установок, шахтных пусковых установок на территории Соединенных Штатов. Для чего это делается? Как вы думаете? Это делается для того, чтобы увеличить степень рассредоточения, чтобы 50 шахт были пустыми, ложными, а мы не знали, где тут, здесь, там, реально стоит или там воздух, ничего нет. Но навесили удар, тратили свои, как говорят, ценные вещи. Возможно, Трамп просто хочет косвенно втянуть нас, Китай и европейских партнеров в некую новую гонку вооружений, которая просто экономически ослабит Китай, Россию, и Европейский Союз. А от этого Америка выиграет. Но получается, что все это, вся опасность только ради денег, ради сверхприбыли. Не случайно ли именно в этой условной точке пересеклись интересы и ястреба Болтона, и бизнесмена Трампа, который мечтает поднять экономику США на невиданный доселе уровень? Для него это может быть способ продления холодной войны, продления экономической войны, плюс обновления военных заказов Соединенных Штатов, военно-промышленный комплекс США получит новые заказы, там будут создаваться новые рабочие места, плюс будут лучше финансироваться армия, оборона. Только вот кто будет пожинать плоды, пусть даже сумасшедшего экономического роста, если они перевесят соображение безопасности и поставят под угрозу жизнь на всей планете? Не так давно в американской газете Вашингтон-Пост была опубликована статья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которая называлась «Обращение к президентам России и США». И вот, что он пишет в этом обращении. Цитирую. «Я обращаюсь к президентам России и США. Отношения между нашими странами находятся в тяжелом кризисе. Необходимо искать выход и для достижения этого есть одно проверенное средство – диалог, основанный на взаимном уважении. Нелегко прорваться через ловушку проблем с обеих сторон, но ни один наш диалог не был просто три десятилетия назад. У него были свои критики и хулители, которые пытались сорвать его. В конечном счете политическая воля лидеров двух наций оказалась решающей. И это то, что нужно сейчас, это то, чего ожидают наши граждане и люди наших стран от президентов России и США. Наверное, не случайно именно в нынешней ситуации Михаил Горбачев, который наводил первые антиядерные мосты между Советским Союзом и США, предостерегает поколение нынешних политических лидеров от возможной роковой ошибки. С вами был Павел Веденяпин и берегите себя. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok